Во время трагедии в поселке Лоухи, а это на самом деле была трагедия, разморожено 99 объектов, из них 56 жилых домов. Более 2000 человек в поселке поняли, что такое жить в ледниковый период. Сейчас вовсю идут восстановительные работы. На них республика выделила 2 миллиона рублей. 2 миллиона из бюджета не самого богатого субъекта Российской Федерации. Все начиналось здесь, у котельной локомотивного депо, которая топит половину поселка. Лопнуло сразу две трубы, которые должны были заменить еще в августе, но не сделали этого. И почти весь поселок остался без тепла. Разваленная до основания Лоухская ЖКХ справиться с аварией самостоятельно было не способно, а районные власти не поставили в известность о случившейся ни правительства, ни собственных жителей. Это еще более усугубило ситуацию. В квартирах стали лопаться батареи, в которых замерзала не слитая из системы отопления вода. На улице было минус 30. Вот мы делали четвертый дом, да? Сами жильцы говорили, я тебе говорю, нам предупредили бы, что так получится. Мы бы слили воду, дом бы уже был не размороженный. В момент аварии у лоухских коммунальщиков не было ни карты сетей, ни инструментов для работы. К срочно приехавшему туда Аврааму Склярскому обращались с удивительными просьбами привезти из Петрозаводска ломы и разводной ключ. Приехавшим на помощь лоухам аварийным бригадам со всей республики пришлось все, вплоть до болтов, везти с собой. Люди вкалывали на страшном морозе сутками. Здесь вот в 22-м доме работали 20 вознесов подряд. Ну, давали нам, правда, это как его, материалы, все это, но морозы тут были. Так-то, ну, конечно, сложности были. Люди работают, ночь, холод, все это, не поесть, ничего. Тепломагистраль была восстановлена за сутки, но оставалось самое главное – дать в дома тепло. Разрушения были столь велики, что даже спустя месяц после аварии еще далеко не все сделано. В 15 домах люди мерзнут до сих пор. И до сих пор рядом с местными бригадами работают бригады из соседних районов. Без помощи республики, потому что тут со всей республики сейчас люди работают, справились бы сами? Как вы считаете? Нет, нет. Да нет, столько домов было разморожено, нет. По-моему, не справиться бы нам было сами. Нет. Самое удивительное, что эта беда была предсказуема. Уже почти 10 лет жители поселка заваливают и правительство, и собственную администрацию просьбами о помощи. Нет тепла зимой, нет воды в благоустроенных, если их так можно назвать, домах. Водопровод изношен до последней степени, замерзает канализация. В прошлом году правительство республики выделило на реконструкцию водопровода 1,8 млн рублей, которые таинственным образом исчезли. Люди до сих пор мучаются без воды, а куда делись деньги, сейчас выясняет прокуратура. Вы, как мэр района, как высшее должностное лицо района, можете сказать, куда ушли почти 2 млн, которые были выделены на реконструкцию ЖКХ? Вы уже слышали, что часть средств использовалась на замену водопровода в поселке Ловки. С этим сейчас разбирается прокуратура. Я сейчас не буду комментировать. А вы на контроле вообще это держали? Да. То есть вы конкретно знаете, куда ушли деньги? Я конкретно не знаю. Знают мои помощники. Об уровне ответственности и компетентности Ловского мэра вы теперь сами можете судить. Кстати, в то время, когда случилась авария, Владимир Николаевич находился в Петрозаводске. Узнав о ней, он не поспешил домой, а еще несколько дней оставался в столице. Видимо, у него там были дела поважнее. Впрочем, жители района и не ждут от него помощи. Они давно знают, что обращаться к нему с каким-либо просьбой бесполезно. Не поможет. Поскольку лет мы без воды сидим здесь, крыша течет. Ну вообще, нас никто не хочет обращать внимания. Во время аварии в мэрии расположился штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Люди приходили туда, звонили, чтобы узнать, как обстоят дела. Информацию там можно было получить от кого угодно, только не от господина Комиссарова. А тут в последний раз ходили, генерал поговорил, Склярский поговорил. Ну, Склярский наш дом знает, потому что работал здесь начальником инстрии участка. Мы все оттуда. Все поговорили, а товарищ не стал разговаривать. Впрочем, после аварии Владимир Комиссаров нашел в себе мужество подать в отставку. Правда, депутаты райсовета пока ее не утвердили. Их решение абсолютно нелогично, ведь мэр проявил свою полную несостоятельность. А то, что глава районной администрации подал в отставку, это с его стороны правильный шаг, как вы расцениваете? Абсолютно правильно. Неправильно то, что сессия райсовета сегодня продлевает ситуацию в подвешенном состоянии. Это несерьезно. Практически жил в это время в Лоухах Авраам Склярский. На его плечах лежали все заботы по восстановлению теплосетей. Но народ шел к нему буквально как к мессии по всем вопросам. Жаловались на власти и на то, что вместо реальной помощи в Лоухском ЖКХ дают им дурацкие советы. Не платите за энергию, не платите за воду. И живите как хотите. Таскайте за собой эти канистры с водой. Вертолет Сергеем Катанандовым на борту приземлился прямо в центре поселка в минувшее воскресенье. Буквально пролетев по аварийным объектам, он собрал в мэрии небольшое совещание, чтобы окончательно определиться со сроками окончания работ. Мэр достаточно подробно рассказал, как идут работы, и твердо обещал, что через 10 дней авария будет полностью ликвидирована. Но главу республики интересовало и другое. Как вообще такое могло случиться, если комиссии и представители правительства постоянно держали на контроле этот район? Своему заместителю Павлу Чернову он достаточно жестко высказал все, что он думает по этому поводу. Говорил он и о солидарности в таких ситуациях. Почему, недоумевал Катанандов, бригады приехали по первому зову из всех районов на помощь, а три мощнейших лоусских предприятия не соизволили подставить поселку свое плечо? И всех трех крупных начальников, они пусть ко мне не обращаются. И Федчика, и Кривошейна, и последняя. Почему не обращаются? Я говорю это публично, чтобы все слышали. У них вопросов ко мне будет гораздо больше. В трудную минуту они первые, и по степени подготовленности, и по степени знаний должны были прийти к тебе на помощь. Закон не позволяет республиканской власти вмешиваться в дела местного самоуправления. И в этом во многом причина того, что случилось в Лоухах. И у главы республики есть повод для беспокойства за другие районы. Сергей Ильич, а есть ли у вас, как у главы республики, уверенность, что подобная чрезвычайная ситуация не повторится где-нибудь в каком-нибудь другом районе? У меня нет уверенности даже, что она здесь не может повториться. Свободно, без всяких. Я почему и говорю, что нет резона расслабляться, и тем более никаких таких объективных факторов, которые говорили, что нам будет легко жить, я не вижу. На совещании Катанандов называл вещи своими именами. Если деньги не пошли на то, для чего они были выделены, это преступление. Деньги на подготовку к зиме выделены и страчены черти куда. Кончилось это тем, что они в конкурсную массу вошли. То есть выбросили на ветер. Мало того, что водопровод никуда проложили, еще липовые эффективные документы оформили. То, что аварию в Лоухах ликвидируют, сомнений нет. Благо и до весны уже рукой подать. Но остается два вопроса, которые Сергей Катанандов задавал в Лоухах практически всем чиновникам. Кто возместит расходы по ликвидации аварии и что нас ждет в следующую зиму? На первый вопрос должна ответить прокуратура. А вот кто ответит на второй? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова